Иеремия, глава 37. Вместо Ихонии сына Иакима царствовал Сидекия, сын Иосии, которого Науходоносор царь Вавилонский поставил царем земли иудейской. Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил он через Иеремию пророка. Царь Сидекия послал Иегухала, сына Селемии и Сафонию, сына Маосея священника, к Иеремию пророку сказать, помолись о нас Господу Богу нашему. Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный. Между тем войско фараоново выступило из Египта, и халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весть о том, отступили от Иерусалима. И было слово Господне Керемию пророку. Так говорит Господь Бог Израилев, так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне попросить меня. Вот войско фараоново, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет. А халдеи снова придут и будут воевать против города сего и возьмут его. И сожгут его огнем. Так говорит Господь. Не обманывайте себя, говоря, непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы каждой из палатки своей и сожгли бы город всей огнем. В то время, как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Потому что сделали его темницей. И пророки, которые пророчествовали вам, говорят, царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей. И ныне послушай, государь мой царь, да пойдет прошение мое перед лицо твое. Не возвращай меня в дом Иоаннафана Писа, чтобы мне не умереть там. И дал повеление царь Седекия, чтобы заключили Иеремия во дворе стражи, и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. Иеремия, глава 38. И услышал в Сафате сын Матфана, и Гадоли, сын Пасхоры, и Юхал, сын Селеми, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря, «Так говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет халдеем, будет жив, и душа его будет вместо добычи его, и он останется жив. Так говорит Господь, непременно будет предан город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его». Тогда князья сказали царю, «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек неблагоденствия желает народу сему, а бедствия». И сказал царь Седекия, «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Тогда взяли Еремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Еремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Еремия в грязь. И услышал Авдемилех и Феоплянин, один из евнухов, находившийся в царском доме, что Еремию посадили в яму, а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдемилех из дома царского и сказал царю, «Государь мой царь, худо сделали эти люди. Так поступив с Еремию пророком, которого бросили в яму, он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе». Царь дал приказание Авдемилеху и Феоплянину, сказав, «Возьми с собой отсюда тридцать человек и вытащите Еремию пророка из ямы, доколе он не умер». Авдемилех взял людей с собой и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев, и опустил их на веревках в яму к Еремии. И сказал Авдемилеху и Феоплянину Еремии, «Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки». И сделал так Еремия. И потащили Еремию на веревках, и вытащили его из ямы. И оставался Еремия во дворе стражи. Тогда царь Седекия послал и призвал Еремию пророка к себе при третьем входе в дом Господень. И сказал царь Еремии, «Я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего». И сказал Еремия Седекии, «Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня». И клялся царь Седекии Еремии тайно, говоря, «Жив Господь, который сотворил нам душу сию, не предам тебе смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей». Тогда Еремия сказал Седекии, «Так говорит Господь Бог Савоов, Бог Израилев, если ты выйдешь к князям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». И сказал царь Седекия Еремии, «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною». И сказал Еремия, «Не предадут. Послушай глаза Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского. И скажут они, «Тебя обольстили и превозмогли друзья твои. Ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям. И ты не избежишь от рук их, но будешь взят рукой царя Вавилонского и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем». И сказал Седекий Еремия, «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. И если услышат, князья, что я разговаривал с тобой, и придут к тебе и скажут тебе, скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебе смерти, а также, что говорил тебе царь, то скажи им, я повергал предлицо царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там». И пришли все князья к Еремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Еремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим. И Иерусалим был взят. Иеремия, глава 39. В 9-й год Седекии царя Иудейского в 10-й месяц пришел на выходоносор царь Вавилонский со всем войском своим к Иерусалиму, и обложили его. А в 11-й год Седекии, в 4-й месяц, в 9-й день месяца, город был взят. И вошли в него все князья царя Вавилонского и расположились в средних воротах. Нергал Шарецер, Самгар Нево, Сарсихим, начальник Евнухов, Нергал Шарецер, начальник магов, и все остальные князья царя Вавилонского. Когда Седекия, царь Иудейский, все военные люди увидели их, побежали, и ночью вышли из города через царский сад, в ворота между двумя стенами, и пошли по дороге равнины. Но войско Халдейска погналось за ними, и настигли Седекию на равнинах Ерихонских, и взяли его и отвели к Новоходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Имав, где он произнес суд над ним. И заколол царь Вавилонский сыновей Седекии в Ривле перед глазами его, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский. А Седекий выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвезти его в Вавилон. Дом царя и домы народа сожгли Халдея огнем, и стены Иерусалима разрушили. А остаток народа, остававшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и, проще, оставшийся народ, на Бузардан начальники лохранители переселил Вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не имели, на Бузардан начальник лохранителей оставил в иудейской земле, и дал им тогда же виноградники и поля. А Иеремий, на выходоносор царь Вавилонский, дал такое повеление на Бузардану, начальнику телохранителей, «Возьми его, и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». И послал на Бузардан начальники лохранителей, и на Бузазван начальник евнухов, и наргал шарицер начальник магов, и все князья царя Вавилонского. Послали и взяли Иеремию со двора стражи, и поручили его Гадоле и сыну Ахикама, сына Сафонова, отвезти его домой, и он остался жить среди народа. К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне. «Иди, скажи Авдемелеху и Феоплянину, так говорит Господь, Саввого Бога Израилев, «Вот я исполню слова мои о городе всем во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься, я избавлю тебя. И ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь». Иеремия, глава сороковая. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как Навузардан начальник елохранителей отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, перестеляемых в Вавилон. Начальник елохранителей взял Иеремию и сказал ему, «Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие, и навел его Господь и сделал то, что сказал, потому что вы согрешили пред Господом и не слушали сглаза его. Зато и постигло вас это. Итак, вот, я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мной в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение тебе. А если не угодно тебе идти со мной в Вавилон, оставайся. Вот вся земля перед тобой, куда тебе угодно и куда нравится, и идти туда и иди». Когда он еще не отошел, сказал нам у Зардан, «Пойди к Годолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, которого царь Вавилонский поставил начальником над городами иудейскими, и оставайся с ним среди народа, или иди, куда нравится тебе идти». И дал ему начальник-илохранителей продовольствие и подарок, и отпустил его. И пришел Иеремия к Годолии, сыну Ахикама, в массиву, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране. Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их услышали, что царь Вавилонский поставил Годолии, сына Ахикама, начальником над страной, и поручил ему мужчин и женщин, и детей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон. Тогда пришли Годолии в массив и Исмаил, сын Нафани, и Аанан, и Анафан, сыновья Корея, и Сирая, сын Фанасмефа, и сыновья Офи, и Знятофафы, и Изония, сын Махафы, они и дружина их. Годолия, сына Ахикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря, не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо. А я останусь в массиве, чтобы предстательствовать перед лицом халдеев, которые будут приходить к нам. Вы же собирайте вино и летние плоды, и масло, и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые заняли. Также все иудеи, которые находились в земле Маавицкой, между сыновьями Аммона и в Идумее, и во всех странах услышали, что царь Вавилонский оставил часть иудеев и поставил одними Годолию, сына Ахикама, сына Сафана. И возвратились все иудеи из всех мест, куда были изданы, и пришли в землю иудейскую, к Годолию, в массиву, и собрали вина и летних плодов очень много. Между тем, Иоанн, сын Корея, и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Годолии в массиву и сказали ему, «Знаешь ли ты, что Ваалес, царь сыновей Амоновых, прислал Исмаила, сына Анафани, чтобы убить тебя?» Но Годолия, сын Ахикама, не поверил им. Тогда Иоанн, сын Корея, сказал Годолии тайно в массиве, «Позволь мне, и пойду я убью Исмаила, сына Анафани, и никто не узнает, зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и что упогиб остаток иуды?» Но Годолия, сын Ахикама, сказал Иоанн, сыну Корея, «Не делай этого, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле». Иеремия, глава 41. «И было в седьмой месяц, Исмаил, сын Афани, сына Елисама, из племени царского, и вельможи царя, и десять человек с ним пришли к Годолии, сыну Ахикама, в массиву, и там они ели вместе хлеб в массиве. И встал Исмаил, сын Афани, и десять человек, которые были с ним, и поразили Годолий, сына Ахикама, сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним, с Годолию, и в массиве, и находившихся там халдеев, людей военных. На другой день по убиению Годолии, когда никто не знал об этом, пришли из Сихемы, Силома и Самарии 80 человек с обритыми бородами, и в разодранных одеждах, и изранив себя с дарами и ливаном в руках для принесения их в дом Господень. Исмаил, сын Афани, вышел из массива навстречу им, идя и плача. И, встретившись с ними, сказал им, идите к Годолии, сыну Ахикама. И как только они вошли в середину города, Исмаил, сын Афани, убил их и бросил в ров, он и бывшие с ним люди. Но нашлись между ними десять человек, которые сказали Исмаилу, не умершляй нас, ибо у нас есть в поле скрытая кладовая с пшеницей и ящменем и маслом и медом. И он удержался и не умертвил их с другими братьями их. Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за Годолии, был тот самый, который сделал царя Аса, боясь Вааса, царя израильского. Его наполнил Исмаил, сын Афани, убитыми. И захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в массиве, дочерей царя, и весь остававшийся в массиве народ, который на возгождан начальники лохранителей, поручил Годолии, сыну Ахикама. И захватил их Исмаил, сын Афани, и отправился к становям Омоновым. Но когда Иоанн, сын Кореи, и все бывшие с ним военные начальники, услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил, сын Афани, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом, сыном Афани, и настигли его у больших вод в Гаваоне. И когда весь народ, бывший у Исмаила, увидел Иоанна, сына Кореи, и всех бывших с ним военных начальников, обрадовался, «И отворотился весь народ, который Исмаил увел в плен из массивы, и обратился и пошел к Иоаннану, сыну Кореи. А Исмаил, сын Афани, убежал от Иоанна с восемью человеками и ушел к сыновьям Омоновым. Тогда Иоанн, сын Кореи, и все бывшие с ним военные начальники, взяли из массива весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила, сына Афани, после того, как тот убил Годолии, сына Ахикама. Мужчин, военных людей, жены, детей, и евнухов, которых он вывел из Гаваона. И пошли и остановились в селении Химам, близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет, от халдеев, ибо они боялись их, потому что Исмаил, сын Афани, убил Годолию, сына Ахикама, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною». Иеремия, глава 42. И приступили все военные начальники, Иоанн, сын Корея, к Изязани, сын Гошаи, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремии, пророку, «Да падет перед лицо твое прошение наше, помолись о нас, Господу, Богу твоему, обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь, Бог твой, указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». И сказал им Иеремия, пророк, «Слышу, помолюсь Господу, Богу вашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии, «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь, Бог твой». Хорошо ли, худо ли это будет, но глаза Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны глазу Господа Бога нашего. По прошествии десяти дней было слово Господника Иеремии. Он позвал к себе Иоанна, сына Кореи, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ от малого до большого, и сказал им, «Так говорит Господь Бог Израиля, в Которому вы посылали меня, чтобы повернуть пред Ним моление ваше. Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое я сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. Явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. «Если же вы скажете, не хотим жить в этой земле, и не послушайте из глаза Господа, Бога вашего, говоря, «Нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить», то выслушайте ныне слово Господне, «Вы остаток Иуды». Так говорит Господь Савов Бог Израилев. «Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. И все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет, и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется, и не избежит того бедствия, которое я наведу на них». Ибо так говорит Господь Савов Бог Израилев. «Как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места сего». К вам остаток Иуда изрек Господь. «Не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав, помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали глаза Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. И так знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там». Иеремия, глава 43. «Тогда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним. Сказал тогда Азария сын Асайи, и Аанан сын Кореи, и все дерзкие люди, сказали Иеремия, «Неправду ты говоришь? Не посылал тебя Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там. А Аварух, сын Нири, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвели нас или отвели нас пленными в Вавилон». И не послушал Яанан сын Кореи, все военные начальники и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Яанан сын Кореи, и все военные начальники и весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изданы, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жены, детей, дочерей царя и всех тех, которых на Музардан начальник илохранителей оставил с Гадолией сыном Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нири. И пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господня и дошли до Тафниса. И было слово Господне Керемии в Тафнисе, «Возьми в руки свои большие камни и скрой их с мятой глини при входе в дом фараона в Тафнисе перед глазами иудеев. И скажи им, так говорит Господь, Савао Бог Израилев, «Вот я пошлю и возьму на выходоносора царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинен он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую, кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен пойдет в плен, и кто под меч под меч, и зажгу огонь в капищах богов египтов, египтян, и он сожжет оные, а их пленит и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит статуи в Бевсамисе, что в земле египетской, и капище богов египетских сожжет огнем». Иеремия, глава 44. Слово, которое было керемии о всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Магдоле и Тафнисе, и в Нофе, и в земле Пафрос. «Так, — говорит Господь, — Саваоф, Бог Израилев, — вы видели все бедствия, какое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот, они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, «Ходя, кодите, служите иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу». Но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кодить иным богам. И излилась ярость моя и гнев мой. И разгорелась в городах иудеи на улицах Иерусалима. И они сделали с развалинами и пустынью, как видите ныне. И ныне, так говорит Господь, бог Саваов, бог Израилев, «Зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых, детей и младенцев и среды иудеев, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня и зельем рук своих, кождением иным богам в земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли. Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей иудейских? Ваше собственное нечестие, нечестие жен ваших, какое они делали в земле иудейской и на улицах Иерусалима. Не смирились они до сего дня и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Посему так, говорит Господь Савалов, Бог Израилев, вот, я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление все иудеи, и возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены, падут в земле египетской, мечом и голодом будут истреблены, от малого и до большого умрут от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением. Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровой и язвой, и никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую. Куда они всею душою желают возвратиться, чтобы жить там? Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда. И отвечал Леереми, все мужья, знавшие, что жены их кодят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, Слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя. Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кодить богине неба и возлиять, возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши, и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кодить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кодили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожков с изображениями ее и возливали ей возлияние? Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам, и всему народу, который так отвечал ему, не это ликождение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши и князья ваши, и народ страны, воспомянул Господь, и не оно ли взошло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали, поэтому и сделала земля ваша пустынею, и ужасом, и проклятием, без жителей, как видите ныне. Так как вы, совершая то курение, грешили пред Господом, и не слушали глаза Господа, и не поступали по закону Его, и по установлениям Его, и по повелению Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне. И сказал Иеремия всему народу и всем женам, слушайте слово Господне, все иудеи, которые в земле египетской. Так говорит Господь Савау Бога Израиля. Вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали. Вы говорите, станем выполнять обеты наши, какие мы обещали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние. Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато выслушайте слово Господне, все иудеи, живущие в земле египетской. Вот я поклялся великим именем моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимое имя мое устами какого-либо иудея, говорящего, жив Господь Бог. Вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших от меча возвратится из земли египетской в землю иудейскую. И узнает все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там. Чье слово сбудется, мое или их? И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на всем месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас на погибель вам. Так, говорит Господь, «Вот я отдам фараона в Африя, царя египетского, в руки врагов его, и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, врага его, искавшего души его». Глава 45 Иеремия Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху сыну Нирии, когда он написал слова о сии из уст Иеремии в книгу в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Так, говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух, ты говоришь горе мне, ибо Господь приложил скорбь болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так, скажи ему, так, говорит Господь, «Вот, что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь. А тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». Иеремия, глава 46 Слово Господне, которое было, керемею пророку о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя египетская, которое было при реке Ефрате, в Кархимисе, и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в четвертый год, иакима царя Иосии, царя иудейского. «Готовьте щиты и копья и вступайте в сражение, седлайте коней и садитесь в садники и становитесь в шлемах, точите копья, облекайтесь в броне». «Почему же вижу я они оробели и обратились назад, и сильные их поражены и бегут не оглядываясь? «Отовсюду ужас», говорит Господь, «не убежит быстро ноги и не спасется сильный». «На севере у реки Ефрата они споткнутся и падут». «Кто это поднимается, как река и как потоки волнуются воды его?» Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит, «Поднимусь и покрою землю, погублю город и жители его». «Садитесь на коней и мчитесь, колесницы, и вступайте в си...» «Выступайте сильные и феопляне и левияне, вооруженные щитом, и ледяне, держащие луки и натягивающие их. Ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам его, и меч будет пожирать и насытиться и упьется кровью их. Ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной при реке Ефрате. «Пойди в Галаат и возьми бальзама, дева, дочь Египта, напрасно ты будешь умножать врачевства, нет для тебя исцеления». Услышали народы о постромлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали. Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии на ухода носора царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. «Возвестите в Египте и дайте знать в Макдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, остановись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои». «А чего сильный твой опрокинут?» «Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили «Вставай, и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча». А там кричат «Фараон, царь Египта, смутился, он пропустил условленное время». «Живу я, говорит царь, которого имя Господь Сававов, как фавор среди гор и как кормил при море, так верно придет он. Готов себе нужное для переселения дождь жительница Египта, ибо Ноф будет опустошен разорен, останется без жителей. Египет прекрасное телится, но погибель от севера идет, идет, и наемники его среди него, как откормленные тельцы. И сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеины, они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны. Их более, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит, вот я посещу Аммона, который вно, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона, и надеющихся на него. И предам их в руки ищущих души их, и в руки Новоходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь. Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твоей из земли плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, говорит Господь, ибо я с тобою. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в мире, не наказанным же не оставлю тебя. Иеремия, глава 47. Слово Господа, которое было пророку Иеремия о филистимлянах, прежде, нежели фараон поразил газу. Так говорит Господь. Вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком и потопят землю, и все, что наполняет ее город и живущих в нем. Тогда возопьют люди и зарыдают все обитатели страны. От шумного топота копыт сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его, отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. От того дня, который придет истребить всех филистимлян, отнять утира и седона всех остальных помощников, ибо Господь разорит филистимлян остаток островов Кавтора. Аплеши Вилогаза гибнет Аскалон остаток Галины долины их. Да коли будешь посекать, о меч Господень, да коли ты не успокоишься, возвратись в ножны твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, когда Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? Туда направил его хороооооооооооооо... Продолжение следует...